Здарова, домократы! С вами Алексей Семилетов. Сегодня мы с вами изучим приседания со штангой на груди. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые обучающие видео. Приседания со штангой на груди являются базовым упражнением в тяжелоатлетике. Основные задачи, решаемые данным упражнением, это 1. Развитие силы ног для вставания седа во взятии на грудь, соответственно, подготовка всех участвующих мышц к приему снаряда во взятии на грудь. 2. Это косвенное укрепление фазы полуподседа во время толчка с груди. Конечно, логичнее, что для прямого развития силы выталкивания и правильных углов в полуподседе нужно использовать упражнение полуподседа со штангой на груди или же выталкивание с груди, но тем не менее при правильном выполнении приседаний мы все же укрепляем статичное положение плечевого пояса и широчайших, удерживающих большие веса. Эти же мышцы мы также используем при выталкивании штанги, чтобы во время полуподседа грудь не ломала. Обратите внимание на схожесть фаз в полуподседе и в приседании со штангой на груди. Рассмотрим технику выполнения приседаний со штангой на груди. Сняв штангу со стойк, не расслабляйте широчайшие мышцы спины. Локти разверните в стороны и не сутультесь. Старайтесь держать штангу в полной ладони или же хотя бы во всех фалангов пальцев. Чуть позже рассмотрим вариант для тех, у кого не хватает гибкости держаться в полной ладони, или же для тех, у кого травмированы кисти. Начинайте приседать на вдохе, отводя таз назад и держа грудь ровно. Колени и бедра разворачивайте наружу. Запомните, простое правило. Вы вниз, а локти вверх. То есть во время опускания в сет локти как бы тяните постоянно вверх. В сет день не расслабляйте поясницу и не сваривайтесь на носки. Вставая вверх, не сводите колени вместе, держите их параллельно друг к другу. Полностью встав, держите таз сзади, ни в коем случае не подавайте его вперед. Теперь рассмотрим случай для тех, у кого травма запястья, или же просто не хватает гибкости держаться во всю ладонь. Накидываем лямки на гриф вот таким образом, и держась за них, прокручиваем локти и располагаем штангу на груди. Данное упражнение принесет вам существенную пользу, если выполнять его с умеренно подобранными весами, при которых вы сможете держать правильно грудной отдел и не клоняться вперед при вставании. Новичкам я рекомендую выполнять его с весами от 90% и выше от толчка классического, от 2 до 5 повторений в 4-5 рабочих подходах. Благодарю вас за внимание, друзья. Надеюсь, ролик был полезен и интересен для вас. Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов. Субтитры подогнал «Симон»!